Премена большого строительства на курорте прошли, но это не значит, что в Сочи перестали возводить объекты, а профессия строитель потеряла актуальность. Профессия по-прежнему востребована, но приоритеты у отрасли в Сочи теперь должны быть другие. У нас есть одна главная задача – это строить социальные объекты. Потому что в город переехало более 200 тысяч человек, только детей 18,5 тысяч дополнительно переехало. И если детей приехало в город 18,5 тысяч, то только школ мы должны построить минимум 18, и каждая школа должна иметь не менее тысячи мест. Конечно, детские – это школьные учреждения. Поэтому эти вызовы, они наоборот нас мотивируют тому, чтобы мы как можно больше строили в городе социальных объектов. А последние возводятся такими темпами и объемами, как никогда раньше, подчеркивают власти Сочи. В этом году будут сданы 8 новых школ. Сейчас возводится пристройка к школе в Дагомысе и в центре Сочи. Большие планы на следующий год. В 2019-м начнется строительство школы на тысячу мест в Амеретинской низменности и на 800 на Мамайке. А еще пристройки к детским садам и школам от Красной Поляны до Совет-Кваджи. Внимание не только о сфере образования, но и культуре и спорту. Недавно после капитального ремонта был открыт бассейн на улице Паярка. Эпоху Возрождения переживают сразу несколько школ искусств. В отдаленных селах открываются ФАПы. Реализовать все проекты было бы невозможно без тех, кого в профессиональный праздник пригласили на официальный прием. В профессии всю жизнь, собственно говоря, работаю. В Сочи строил очень много объектов. Это и реконструкция санатория «Русь», это жилой комплекс для переселенцев. Всегда идем навстречу, когда нужно отремонтировать какие-то социальные объекты. Каждый год я ремонтирую какие-то школы. Мы здесь родились, выросли и хотим дальше жить. И надо оставлять после себя хороший след. Глава города подчеркнул, многие вопросы ремонта, строительства, реконструкции социально значимых объектов в Сочи решаются в том числе при поддержке бизнеса. За сотрудничество, профессионализм и вклад в развитие курорта почетным строителям от главы города благодарности и почетные грамоты. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ.